Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. Сегодня к экрану приглашаю страстных томатоводов. Мы огородники уже избалованы и в наших теплицах росуются томаты совершенно разного срока созревания, разной формы, различного оттенка, бекалоры, темно окрашенные. Мы уже вам показывали всю томатную радугу. Сегодня давайте более подробно поговорим о томатах четырех от агрофирмы партнер, который горд название салатных бифтоматов носят. Но еще среди них два томатика, которые порадуют вас отдельными, скажем так, приятными изюминками. Я сейчас подробно о них расскажу. Давайте начнем вот именно с этой теплицы. Начнем с томата лепенец от агрофирм партнер. Это среднеспелый гибрид. Плодоносить он начинает на 105-й в среднем день с момента полных сходов. Посмотрите, посадила я его в углу теплицы. Дело в том, что у него очень компактная форма. Это полу-Д. До 150 сантиметров он легко у меня вырос в теплице и при этом дал несколько вот таких вот полновесных кистей. От четырех до пяти плодов он формирует вот в каждой кисточке. Они плоско-округлой формы, ярко-красного цвета, массой где-то в среднем 120-150 граммов. Чем же он хорош и почему вошел именно в эту группу? Дело в том, что он тоже относится вот именно к биф-томатам. Потому что в разрезе, если посмотреть на него, он действительно очень мясистый. Несмотря на то, что форма и объем у него, скажем так, не являются какими-то огромными. При этом, посмотрите, каждый томатик довольно увесистый. Вот этот в среднем где-то 150, чуть больше граммов. И мы его с вами сейчас пока отложим, разрежем вместе с другими и посмотрим в сравнении, как они. Поэтому кладем сейчас аккуратненько на упаковочку для того, чтобы не перепутать. Еще сразу хочу сказать именно про этот гибрид. Чем же он мне импонирует? Дело в том, что он без пропусков завязывал все кисти до, скажем так, окончания своего роста. По 3-4 кисти легко формировал. Даже в непростые времена, когда сортовые томаты, скажем так, немножечко у меня хулиганили, где-то холостили из-за перепадов температуры. Особенно, когда с холода на жару вот этот скачок был, когда температура в теплице разгонялась до плюс 40 градусов, а ночью опускалась где-то в среднем до 11 градусов. Действительно, вот такие перепады очень неблаготворно отыграли именно на сортовых томатах. А гибриды при этом не сдрейфили и выдали все кисточки как положено. Чем он еще хорош? Он еще устойчив к кальтернариозу, фузариозу и в том числе вирус томатной мозаики. А это очень важно, потому что многие из вас боятся заниматься профилактикой томатов, не используют фунгициды, в том числе биофунгициды для обработки томатов и решают, что сколько заранится, сколько получим, столько и получим. Зато ничем не будем вырабатывать томаты. Тогда выбирайте гибриды, которые действительно устойчивы к большой группе томатных заболеваний. И тогда они у вас выдадут урожай без риска заражения даже в конце сезона. Дорогие друзья, мы перешли в другую часть этой же самой теплицы и в другом углу на соседней грядке у нас томат гибрид от Агроферма Партнер. Царское искушение. На самом деле для меня это не новинка. Выращивают царское искушение уже на протяжении трех сезонов и всегда это потрясающий результат. Даже в непростой такой в этом году сезон он у нас завязал в среднем где-то от 7 до 9 плодов массой 120-130 граммов в одной кисти. Чем он хорош? Дело в том, что это работяга. Несмотря на какие-то выкрутасы погодные, он всегда завязывает без проблем. Доверху вяжет. Посмотрите, вот здесь даже в конце сезона у нас будут наливаться вот такие вот пусть не очень большие кисточки, потому что они пришлись у нас как раз на жаркий август, когда у нас температура за 30 с лишним шкалил на улице, а в теплице, соответственно, разгонялось гораздо больше. И это будет от рада действительно конца сезона, когда все сортовые томаты и более раннеспелые сорта гибридов отплодоносят. А вот такие гибриды рабочие лошадки будут нас радовать томатиками действительно до самых холодов. Чем хороши томатики? Посмотрите, у них вот такая вот удлиненная форма плодов с небольшим гривым носиком, ярко-красного такого алого цвета, вкусовые качества выше всех похвал. И чем хорош вот именно этот гибрид? Почему я его сажаю уже на протяжении трех сезонов после того, как я с ним познакомилась на демонстрационной площадке агрофирмы «Партнер»? Дело в том, что этот томат, во-первых, очень вкусный и сладкий, потому что многие жалуются, что гибриды, они безвкусные. Ничего подобного. На самом деле, если вы будете план питания составлять томатом полноценный, и именно в стадии налива плодов будете давать все необходимое для повышения сахаристости плодов, для накопления сахаров в плодах, то и томаты будут вкусные и ароматные. И вот чем хорош гибрид царское искушение? В нем большое количество сухих веществ. Это значит, что томат мясистый, толстостенный, и он отлично подходит, в том числе для вяления. Когда другие томаты очень быстро испаряют влагу в сушилке, допустим, то с этим томатом нужно немножечко больше времени. Но на самом деле вот дольки после вяления будут действительно ароматные, не как сухие подметки, а действительно вот такие полноценные для консервирования. И еще, если вы будете целиком его консервировать или использовать для переработки на томат продукт, такие как кетчупы, соусы, не нужно будет отсекать, скажем так, лишнюю влагу, используя специальные мешочки для удаления лишней влаги. Не надо его паривать, устраивать дома душегубку, скажем так, пользуясь газом или плитой. Очень быстро вы получите достаточно густые по консистенции блюда именно для томатной переработки. Дорогие друзья, а теперь я приглашаю вас во второй томатный домик, где действительно у нас расположены от Агрофирма Партнер два крупноплодных мясистых бифтомата. Дорогие друзья, знакомьтесь, это гибрид от Агрофирма Партнер, настоящая гордость застолья. Он так и называется. Гордость застолья раннеспелый и детерминатный гибрид из категории бифтоматов, который действительно станет щедрым украшением стола. Посмотрите, какие он крупные плоско-округлые плоды формирует массой от 250-350 граммов. На самом деле, я посмотрела, многие уже перевалили отметку в 500 граммов. А все из-за того, что август выдался теплый, наливались плоды замечательно. Гибрид это действительно очень урожайный, очень устойчивый не только к неблагоприятным условиям, но и вредителям. И в прошлом году, когда у нас было нашествие белокрылки, которые мы успешно победили, томат этот нисколько, скажем так, не срабел и очень легко перенес заражение этим, скажем так, неприятелям. Все наши действия по подкормкам возымели действие и действительно и в прошлом сезоне себя отлично проявил, и в этом сезоне великолепно плодоносит. Посмотрите, томат уже лысенький. Дело в том, что он раннеспелый, и я уже всю листву практически купировала для того, чтобы все плоды, что у нас остались на кусту, а ведь мы с него уже потихонечку снимали, и более ранние кисточки, особенно вот с этого куста, мы уже подсняли. И для того, чтобы получить весь урожай разом, быстро в томатную переработку я его планирую пустить на сок, потому что он бессовестно вкусный. Не только в салатах, вот именно в свежем виде, которые радуют нас этот вкус уже на протяжении двух сезонов, но и для томатной переработки, когда сразу много получаешь, действительно при сборе с куста. Давайте снимем один плод и потом посмотрим на него в разрезе. Чем хорош этот томат, действительно, потому что он формирует полные кисти. В принципе, где-то от 4-5 плодов формирует. Если мы посмотрим на томатик, то вот такое вот пятно у плодоножки, это нормально, это заложено с селекционными признаками. И, посмотрите, двумя руками нужно плод держать. В среднем, конечно, плоды есть и среднего размера, и более крупные. Вот здесь в нижней кисточке, из-за того, что часть грядки была хуже освещена, томатики до где-то в среднем 150-200 граммов. Но это компенсируется тем, что в более верхних ярусах более крупные плоды, потому что были более благоприятные условия. Вела томат в основном в два ствола. Вот этот куст у меня пошел в три, но, честно говоря, урожай выше всех похвал. Устойчив к основной группе томатных заболеваний, в том числе к различным корневым нелем, фузариозовым введанию и альтернариозу. Очень вам рекомендую. Разрежем вместе и посмотрим чуть позже. А теперь он еще вон там, в той части теплицы, у нас есть еще один шикарный мясистый томат. Дорогие друзья, а это тот самый томат. Новинка для меня в этом сезоне. Это томат Мамбаса. Ранеспелый, эндотерминатный гибрид от Агрофируем Партнер. С момента массовых сходов до первого сбора урожая проходит примерно 95-100 дней. Этот томат у нас рекордсмен по урожайности. В два ствола вела, и он уже минимум 6-7 кистей дал. Видите, даже завалился там на бок и продолжает потихонечку наливать в углу, уже вне подвязки. На самом деле нужно мне работать над этим вопросом, более надежно фиксировать, поскольку томаты, особенно вот утяжеленные вот такими кистями, в которых созревает по 6-5 вот таких вот плоскоокруглых и округлых плода, действительно очень тяжелые томаты. Массы в среднем от 230 граммов. Но у меня они завязались в этом году крупнее. Все, видимо, виной тому полноценное питание, подкормки и настали налива плода. Да и август был, как я уже сказала, был очень теплым, и он благоприятствовал действительно наливу плотненьких вот таких вот увесистых плодов. Чем хорош этот томат? Дело в том, что он не только устойчивый урожайный, у него короткие междоузли, поэтому он больше кистей дал, вот именно полноценных, при неблагоприятных условиях. Хорошо завязывал, ничем не болел. Посмотрите, у него еще до сих пор яркие изумрудные листва без единого пятнышка. Это при обработке обычным биофунгицином пользуюсь я вас в фитоспоринном протяжении всего сезона, начиная от обработки семян, заканчивая всеми действиями в рассадном периоде и уже на постоянном месте. И чем он еще хорош? Он устойчив к таким заболеваниям, как столбур, вирус томатной мозаики, фузариоз и бактериозу. Это, скажем так, вот такие заболевания, которые часто выкашивают наши томатные посадки. Давайте возьмем произвольно вот томатик из кисти. Посмотрите, какой он ровный, с небольшой ребристостью около плодоножки, ярко такого алло-красного цвета. И сейчас все томатики, которые мы с вами в рамках этого видео сняли, мы с вами выйдем на солнышко и проведем разрезание плодов. И посмотрим, действительно они такие мясистые, как я вам обещала. Дорогие друзья, вышли на солнышко, давайте произведем разрез плодов томатов. Напоминаю, у нас сегодня мясистые, очень плотные, вкусные томаты, царское искушение, лепенец, гордость застолья и мамбасы. Начинаем с царского искушения. Режем его поперек. Да, очень сочный. Посмотрите, у него три ярко выраженные камеры. Но в основном, конечно, это томатное мясо. Очень толстый перекарпий, довольно плотная оболочка. Откладываем его в сторону. Идеален для переработки на томатопродукты. Следующий это лепенец. Разрезаем плод поперек. Довольно плотненькая оболочка. Это очень хорошо в плане транспортабельности. Посмотрите, очень сочный, пятикамерный. И у него очень выраженная такая мясистая серединка. Очень хорош для употребления свежего винтика, как я уже говорила, для переработки. В том числе и в салатных целях просто незаменим. Плод мамбаса еще потяжелее по сравнению с плодом томата лепенец. Тоже разрезаю его поперек. О, посмотрите, какой красавец. Сахаристый, толстостенный, с плотной кожицей. Вы его не только с успехом довезете с дачи, но в том числе активно сохраните уже в конце сезона, когда захочешь свежих томатиков уже в холодный период. И еще завершаем нашу демонстрацию разрезанием плода «Гордость застолья». Красавец! Сочная мякоть. Ой, брызжет буквально. Та-дам! Посмотрите, какой красавец! Действительно, в разрезе он нисколько не хуже выглядит, по сравнению с внешними данными. Берешь такой томат, и сердце радуется. Посмотрите, нежная такая арбузная, сахаристая, зернистая мякоть. Он многокамерный, по периметру семенные камеры расположены. И тем не менее, он очень-очень сочный. У него большое количество мякоти, и он идеален именно в салатных целях. Мы его с удовольствием ели в течение второй половины сезона. Ну а сейчас он у нас достойно пойдет в переработку. Посмотрите, всего 4 томата, а у нас с вами целая тарелка получилась. Кормить можно сразу большую семью вот таким вот салатиком, или, допустим, сделать вкусную намазочку, сделать на такие вот дольки. Напоминаю, сегодня мы с вами рассматриваем такие вот томаты замечательные. Салатные бифтоматы с плотной мякотью. Это Мамбаса, гордость застолья, лепенец и царское искушение от агрофирмы Партнер. На самом деле очень вкусные, ароматные, хорошо плодоносящие, и без выкрутасов в плане завязываемости и устойчивости к заболеваниям и вредителям. Искренне вам их рекомендую. Два томата я уже выращиваю на протяжении трех сезонов, а остальные были для меня новинкой. Но я их с удовольствием возьму в следующее лето. Ведь на самом деле проявили на себя достойно. Желаю вам щедрого урожая, его окончательного сбора и шикарной переработки. Не забудьте насладиться летом в кругу семьи вкусными, сочными салатами из бифтоматов.